дорогие друзья я вас приветствую перед вами телефон бренда infinix значит данный видеоролик будет интересен людям которые планируют купить infinix или купили многие даже жалеет мне пишут что я купил infinix и теперь хочу продать купить iphone ребята я хочу вам так сказать не спешите и покупать и продавать да samsung какая альтернатива там сяоми покуда и так далее iphone тот же не спешите я сегодня как владелец телефона infinix ребят да я пользуюсь infinix мне вот этим вот сейчас покажу ребят я даже снимаю как бы на на телефон infinix сейчас сами убедитесь это infinix zero 34 g это даже не 5g версия на чтоб понятно было то есть это не прям самый топов за топ я этим телефоном пользуюсь ребята и я нарадоваться не могу хотя я до этого тоже скептически относился к этому бренду сейчас напишут скептически относился к этому бренду пока ему не завезли кучу бабок ребята на удивление вот мне никто не платил ни копейки infinix не даст соврать ни копейки не платил я считаю сейчас благотворительностью занимаюсь на самом деле просто правда честно сейчас я продаю вот эти вот apple watch вот эти apple watch почему потому что я был пользователем айфона долгое время я обожаю iphone 11 за его IPS дисплей ребята потому что там нет шима у меня был iphone 14 про последний я им пользовался там шим в районе 15 процентов да но почему infinix почему не samsung вот у меня есть samsung ультра причем модель ребят я им пользовался мои глаза просто вытекали условно говоря да то есть там шим в районе 40 процентов чтобы вы понимали 40 процентов обрисать 40 бывает и 60 это на полной яркости то есть ты никак не можешь блин уменьшить этот сараный шим у тебя к ночи к вечеру глаза просто нахер вытекают ребята когда я infinix купил для обзоров вот этот вот это и пес дисплей понятно тут полпроцента шим но у знакомого а появился телефон infinix самолет дисплеем у меня есть шимомер люксометр по моему называется да ну вы видели моих видео посмотрите у меня есть infinix я измеряю уровень шима я туда приложил его и просто охренел в районе 6 процентов уровень пульсации вы представляете 6 процентов телефон стоит там если офисалов 30 тысяч если по был рынку то можно взять за там 18 за 15 тысяч ребята и я его себе купил был за 15 тысяч рублей infinix zero 30 4g вы прикиньте телефон самолет дисплей вот сейчас на него съемка идет он снимает на фронталку вы видите видите вот сейчас тыкую бам 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 и снимать на основную вы посмотрите на качество видео это просто охренеть и это еще не 2к штат fps да как там написано умеет это ребята двойная картинка вот и все я когда сфотографировал на него и на с 23 ультра который у супруги я в шоке был вот честно этот телефон ничуть не хуже а можно купить там в районе 15000 которым два месяца он был будет двухмесячный с гарантией с чеком и так далее или новый там за забрание 20000 по моему днс стоит кстати не реклама кстати ребята ставьте лайк чтобы стоял у вас у меня это очень важно чтобы у вас стоял чтобы у меня стоял чтобы у нас у всех с вами стоял лайк должен стоять благодарю вас и напишите в комментариях стоит ли у вас у меня лайк это очень важно это очень нужно я просто хочу чтобы у меня стоял ребята и все что я хочу до чтобы у меня и у вас стоял лайк благодарю вас следующее смотрите infinix что такое infinix да я конкретно уже перешел на 030 но это то чем я пользуюсь я просто на примере своего опыта эксплуатации рассказываю вам да стоит ли покупать смотрите что я получил за 15000 или за 20 прям новых магазин набрать пока ты дисплей то есть дисплей водопад я обожаю но многие не любят но это уже так субъективно вот это реально один из самых пока ты дисплеев которые я видел сочнее просто сочнейший ребята дисплей я беру этот сраный да простят меня самсунга воды это мой субъективное мнение я беру этот сраный ультру выхожу на улицу как вампир прячусь под деревом в теньке чтобы на своем флагмане за 130 тысяч рублей на старте продаж сколько там стоил обор много закон скажем чтобы просто видеть и различать что там на дисплее я с infinix за 15000 выхожу вот так вот и даже яркость не прибавляю на 70 процентов ребята мало того что там шим в районе 6-10 процентов там 10 димминг охрененный плюс там высокочастотный до шим то есть по сути как бы он не вре у меня глаза ребят не устают в темноте пользусь полной и у меня глаза не устают короче мало того что дисплей супер пока ты amoled плюс стерео звука реально да чуть-чуть с одного динамика погромче с другого потише но не сильно мешает звук реально качественный nfc супер камеры ребят и я на него снимаю сейчас у меня есть возможность снимать на ультра samsung на iphone 15 pro max просто мне незачем потому что посмотрите на это качество куда еще лучше и зачем лучше вообще в принципе да скажите хорошая картинка или нет вы смотрели бы такой контент ну гайды да и лайфхаки о телефонах или не смотрели бы скажите честно в комментариях прямо сейчас пускай люди другие оценят да что вы думаете значит следующее смотрите стереозвук быстрая зарядка на 45 ватт amoled дисплей отличная фронтальная основная камера низкий шим дисплея богатый комплектация в которые входят чехол пленка уже на дисплее комплект быстрой зарядки до что еще ребята и смотрите самый прикол я сейчас пишу на петличку чтобы не было сомнений слышки я прямо через стандартную приложение камера подключил эту петличку к моему инфиниксу я не знаю ни одного xiaomi или какой-то еще китайский телефон кроме самсунга или айфона который так вот умеет я просто блин подключил напрямую в разъем без всяких танцев с бубном просто включил камеру и передаем звук через петличку это круто то же самое техно по моему умеет ребят кстати все что я говорю по сути касается и техно до инфиникса и техно вот ребята чтобы вам кончить до принимать решение стоит ли покупать infinex или нет да если вы хотите все-таки кончить по не понимать и принять решение да я от ребята кончил недавно принимать это решение и теперь мои потребности по сути удовлетворены естественные потребности да какие это вот хорошее фото видео иметь хорошие значится дисплей иметь быструю зарядку кстати ребята аккумулятор он держит просто офигеть как мне хватает примерно с 8 утра и до часу двух ночи это причем очень серьезная эксплуатация да прям бесщадно я снимаю видео фото выкладывают так далее редактирую фото видео видео монтажом занимаюсь играми я очень люблю call of duty играть то есть кстати насчет игры да тут слабенький процессор данной infinex ах нет какой-то прям топового железа да в бюджетниках ребята но блин он все тянет и самое главное давать им скажу гвоздь в крышку гроба вопрос стоит ли покупать infinex или нет это просто охрененная система то есть xp с т но если как это правильно называется не знаю на infinex и я называю этот xos ну или просто хорс да это охрененная стабильная быстрая оболочка ребятам я впервые в жизни почувствовал что теперь я не парюсь насчет размещение фото и видеоматериал они сами размещаются по альбомам куда нужно это просто уникально да вот я пользовался самсунгом лет семь айфонами лет 10 лет там если такой прям пользовался пять лет где-то стабильно xiaomi я очень любил xiaomi но это дырявая по моему мнению прошивка у меня вот тут уже сидела все я отказался от xiaomi и ребята вот человек который пользовался топовым самсунгом топовым айфоном сразу перешел на infinex и я вообще чувствую себя просто кайфово наконец-таки я нашел замену айфону 11 на которые периодически приходил с того же айфона 14 про макс 14 про нужно глаза оттуда вытекали я извиняюсь вытекали у меня глаза даже от айфона хотя там шим тоже там ранее 15-20 процентов до можно даже восьми моментами я приходил на iphone 11 и вот наконец-таки я сейчас снимаю на этот потрясающий телефон infinex 0 34 g честно об одном мечтаю только купить айфон ой блин вот договорка об айфоне говорил блин вообще ребята об айфоне не мечтаю просто зуб дают клянусь что называется реальный мне очень нравится infinex 0 35 же там мощнее процессор в два раза там ну короче он и зарядка побыстрее даже еще вот хотя куда быстрее не знаю я почему мечтаю да я могу позволить все таких и 10 купить поскольку я занимаюсь видеоблогингом для и снимаю них обзоры ну лайфхаки там гайды и так далее почему мечта потому что ребят я просто не могу найти короче на авито кто отправит меня авито доставкой новый я не могу найти там в магазинах в своем городе у меня штат тысяч населения вот я не могу найти короче где купить блин новый или же авито доставка лучше был которым там до полугода да мне в принципе нормально ребята это экономия большая там вроде 15 10 тысяч рублей то есть телефон по сути новые то есть вот что я хочу сказать да ребята infinex стоит покупать да я вам сейчас по моему это объяснил и лучше даже не скажешь как по мне то есть все очень понятно и банально просто до касательно того что стоит или нет очень даже стоит если вы хотите за небольшие деньги нормальный смартфон который не будет уступать флагману по сути до в пределах разумного то есть если ваша задача это поиграть чуть-чуть папа фоткать по видео поснимать серфинг в интернете там просмотра видео если вот эти ваши ребята задачи значится вы ставите перед собой то infinex их удовлетворить и вы сможете кончить до искать телефон который вы искали для себя или для своего родственника ребята очень важно кончить до подбирать себе телефон ребятки если у кого-то остались вопросы касательно компании infinex многие сомневаются не доверяют тебя никто мне не платил блин infinex заплатите мне денег это шутка по сути да я не напрашиваюсь просто правда я бы с удовольствием за деньги продвигал эту продукцию примут в каждом видео блин рекламировал бы потому что это один из лучших брендов которые я за последние годы видел то есть они скромные деньги берут блин надеюсь после этого видео ничего не изменится да вот потому что там за год-два и посмотрит это видео может 1300 человек вот не в первый день а там через два-три года да как я выложу это видео посмотрит на миллион человек примерно судя по прошлому опыту на канале но блин это правда ребят все что я сказал это правда это то что я чувствую то что как я пользователь да я в этом видео именно как пользователь живой человек вот он я живой человек именно не по бумажке там да вот чисто свои впечатления свои мысли свое мнение и так далее как блогер у которого там 300 трубок было разных брендов топовые бюджетники сам ребят даже этот бюджетник блин от infinex а он офигенный ну да у него большая рамка но от без дисплей найдите попробуйте от того же ван класса там там какой-то рейсинг-эдишн по-моему ван класс эйс у него там это еще больше блин рамка вот такая вот снизу вот а блин и ps дисплея чего вы хотели как говорится да вот это не минус это ну короче самолетом берите не партись ребятки у кого остались вопросы касательно infinex техно задавайте в комментариях я могу какую-то трубку достать конкретную сделать обзор и разбор своего мнения своих впечатлений да насколько хорошая трубка стоит ли брать и так далее короче задавайте вопросы в комментариях я для вас видео сниму подписывайтесь на канал блогер мен чтобы не пропускать выход новых видео на этом канале и обязательно ставьте лайк чтобы стоял у вас и у меня я гарантирую вам зайдите через 20 лет на это видел и у вас будет ребята через 20 лет стоять лайк и у меня тоже понимать я очень хочу чтобы у меня стоял лайк это очень важно это очень нужно поймите меня правильно вот задавайте вопросы комментариях я желаю вам удачи до скорых встреч на канале блогер мен пока